В Севастополе продолжается обсуждение создания технопарка. В правительстве города прошло совещание по этому вопросу. В нем принял участие и автор проекта по развитию технопарков на территории Крымского федерального округа «Крым будущего» Доминик Фаш. Он подчеркнул, что речь идет о сложном, долгосрочном проекте. Заметные результаты работы технопарка можно будет оценить только через несколько лет после его создания. Серьезную поддержку развитию проекта способна оказать оборонная промышленность. Не надо забывать, что, например, Селиконовая долина, о которой все постоянно говорят, она родилась и росла благодаря контракту ДЮД, Департмента Дефонс, оборонки Америки. Это первые большие компании, Радион, вот такие компании развались. То есть это у вас до некоторой степени шанс для начала. Один из разработчиков проекта Севастопольского технопарка, учредитель предприятия энергосистемы Анатолий Игоревич Крупнов, высказал мнение, что первые результаты можно ожидать в ближайшие месяцы. Для этого даже не нужно завершать строительство. Можно использовать существующую материальную базу. Может быть, надо начать с маленького. Где-то действительно администрация должна посмотреть, изыскать возможность какое-нибудь здание, помещение, база какая-нибудь там. Я не знаю, что это нужно обсуждать, да, которая могла бы там сделать небольшие вложения, небольшие вложения, да, привести ее именно вот для начала. Потому что это потом эти же компании, которые уже будут сюда, они могут переехать потом уже в большой технопарк. В Севастополе сформированы шесть земельных участков для развертывания технопарка. Аукцион по ним начнется уже в декабре этого года и продолжится в 2016 году. Кроме того, в ведении города находятся 980 зданий и помещений, которые сдаются в аренду. Многие из них в следующем году перестанут использоваться. Их также представят на конкурс. В ведении города находятся и 10 крупных имущественных комплексов. В ближайшее время, учитывая вот эту рабочую группу, да, будут проанализированы на предмет, значит, дальнейшего использования с целью развития в рамках интересов города Севастополя по созданию технопарка. Представители Севастопольского госуниверситета, которые присутствовали на совещании, назвали приоритетной, по их мнению, отрасли развития местного технопарка. Судоремонт, IT-технологии, приборостроение.